Поправили устав города. Как должен измениться главный документ, по которому будет жить Саратов, сегодня решали общественники и депутаты. Среди важных вопросов – профилактика правонарушений и противодействия коррупции. Что утвердили и кого коснуться нового введения, расскажет Станислав Жижин. Естественно, что устав Саратова, который является законом города Саратова, вносит свои изменения по этим вопросам. Обсуждают публично не столько суть изменений, сколько их необходимость. Редакция прежнего устава города Саратова устарела. Теперь документ предстоит привести в соответствие с изменениями федерального законодательства. Устав города – это правовой документ, который, в принципе, влияет на деятельность всего муниципального образования. Вот эти изменения в плане противодействия коррупции, я уверен, что это благотворно повлияет на работу нашего города, городской власти и сделает нашу власть более открытой. Противодействие коррупции и профилактика правонарушений. Вопросы повестки дня. Ещё в июне текущего года вступил в силу федеральный закон об основах системы профилактики правонарушений. В ближайшее время новые нормы начнут действовать и в Саратове. За принятие данного решения практически все представители городской общественности проголосовали безоговорочно. Ещё одно новшество касается не столько самих горожан, сколько представителей власти. На федеральном уровне закон о предоставлении сведений о расходах уже вступил в силу. Соответствующие поправки и ответственность теперь будут распространяться и на городских народных избранников. Связано, прежде всего, с досрочным прекращением полномочий депутатов, не выполнивших ряд требований данного федерального закона. Это сведения о декларации о доходах, расходах всех депутатов, не только работающих на постоянной основе, но и просто являющимся депутатами Саратской городской думы. Это владение счетами за рубежом, владение недвижимостью за рубежом. В общем, все эти основания, которые перечислены в данном федеральном законе. Новые нормы касаются не только депутатов. В списке тех, кто обязан держать прозрачными свои доходы и расходы, будет и глава города, а также его ближайшие родственники. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов-24.